Во Франции тоже есть пицца, в разных регионах своя. Есть савойская, есть эльзаская, которая называется фламмикуюча или пылающий пирог. Рецептом именно этой пиццы я хочу поделиться. Попробовав французскую пиццу фламмикуюча из региона Эльзас хоть один раз, уже невозможно от нее отказаться. Вы будете готовить еще и еще, так как готовится она очень просто, получается очень вкусно. Смотрите пошаговые рецепты, расширяйте географию своих рецептов. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте ингредиенты. В емкость для замешивания теста влейте воду, растворите соль, сахар, дрожжи, влейте 1 столовую ложку оливкового масла. Всыпьте просеянную муку. Замесите тесто руками или с помощью миксера. Наройте пленкой и оставьте для брожения на 1,5-2 часа. В процессе брожения 1-2 раза сделайте обминку теста методом растянуть и сложить. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. В процессе брожения тесто увеличивается примерно в 2 раза. Присыпьте рабочую поверхность столами кай, выложите тесто, раскатайте в пласт. Переложите тесто на лист для выпечки, нанесите на него слой сливочного сыра маскарпоне или любого другого. На сливочный сыр выложите лук. На лук выложите нарезанный сырокопченый бекон, грудинку, корейку. Сверху присыпьте тертым сыром, сухими прованскими травами, сбрызните оливковым маслом. Выпекайте при температуре 180-200 градусов 20-25 минут, подавайте горячий. Французская пицца фламмикуючи получается очень вкусной, с тонкой хрустящей корочкой и гармоничным сочетанием вкусов сыра и мяса. Подписавшимся, больше вкусностей. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Вода, 165 мл. Мюка, 240 грамм. Дрожжи свежие, 5 грамм. Соль, 1 щепотка. Сахар, 1 щепотка. Оливковое масло, 2 столовые ложки. 1 столовая ложка в тесто, 1 столовая ложка сверху на пиццу. Сливочный сыр маскарпоне, 100 грамм. Во Франции используется крем фреш, что соответствует нашим жирным деревенским сливкам. Можно заменить на любой жирный сливочный сыр. Красный лук, 1 штука. Хорошо, если это будет лук-шалот. Бекон сырокопченый или корейка. Грудинка, 100 грамм. Сыр твердый или полутвердый, 100 грамм. Сухие прованские травы, 1 чайная ложка. Количество порций, 2. Не пропустите самое вкусное. Подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.